Что видел фильм или сериал с таким количеством скрытых отсылок, деталей и пасхалок, как первый сезон Fallout. Каждый эпизод скрывает десятки забавных отсылок к игре и добавляет к построению мира пустоши. Подумал, было бы забавно перечислить все найденные мной отсылки, так и... Моя девушка ушла, и мне скучно. Вы захотите остаться до конца видео, где я покажу, что будет, если позвонить на этот номер Vault-Tec. Если ищете ответы на вопросы о первом сезоне и теории ко второму, обязательно посмотрите мое видео с объяснением концовки, ссылку на которое оставлю в описании. Начиная с праздника в честь дня рождения 23 октября 2077 года, дня Великой войны, услышим объявление по радио о том, что президент пропал. Ассоциации должны были продолжиться сегодня, так как в Белом доме не прокомментировали местонахождение президента. Президент был в курсе готовящегося бомбардирования. Кратко показан мультицелевой робот Мистер Хэнди. Создан в партнерстве с Робко Индустриис. Предстоит встреча с президентом Робко Мистером Хаусом. Участвует в секретном совещании Vault-Tec по уничтожению мира. В Fallout New Vegas за 15 лет до событий сериала. Управляет городом именно Мистер Хаус. Нью-Вегас, место, куда движется Хэнк, играет важную роль во твой сезоне. В четвертом эпизоде увидим еще одну версию Мистера Хэнди, Снип-Снип. Все роботы озвучены актером Себастьяном Лесли. Он продал права на свой голос до Великой войны. Просят озвучить героя Бартоломью Коцворта. В Fallout 4 это Мистер Хэнди. Некоторые видели такого в отделе костюмов в California Crest Studios в третьем эпизоде. Студию в итоге купила Робко. Фамилия Купера Ховарда. Отсылка к Тодду Говарду, директору Битхезда. Купера попросили показать фирменный жест. Палец вверх. Намек на то, что он создал позу в рекламной кампании. В третьем эпизоде узнаем, что цвета Vault-Tec вдохновлены его костюмом, а не наоборот. Сделали даже игру в твоем цвете. На телевизоре реклама ядер колы, сахарных бомб и грагнака Варвара. Ядер колу можно увидеть по всему пустоши, например, на знаке в Филадельфии, внутри убежища 32, на заправке, на фабрике, на машине с ядер колой, брошенной Максимусом даже знак Голливуд рекламирует их. Крышки от ядер колы служат валютой во вселенной Fallout. В седьмом эпизоде видим скандал у кампании, они отказались от нового вкуса ядер. А также есть сансет сарсапарила. Всегда трудно это сказать. Это действительно старший ядер колы, основали в 1918 году. В третьем эпизоде увидим грузовик с логотипом, а в восьмом ее рекламный щит. Смешной факт, этот напиток вызывал тошноту и диарею. Хлопья Sugarbomb можно найти с другими известными продуктами Fallout. В подарочной корзине Макса в шестой, где есть бламку мак и чиз, фэнси лед снэк, крам, подражание спам и юм-юм девилд экс. Макс находит упаковку юм-юм в третьем, а Роджер рассказывает, как любил бламку мак и чиз. Мне реклама Грогнак the Barbarian нравится, которые — это комиксы Fallout 4, основанные на Конане Варваре, мой любимый — это Грогнак в логове пожирателя девственниц. Одну из этих комикс можно даже найти на прилавке у Мадзюн. Легко упустить маленькую деталь, но один из отцов говорит, что Купер устраивает детские дни рождения, чтобы платить алименты. Намекает на то, что у него был очень публичный и, возможно, грязный развод с Барб. Есть забавный рекламный щит Vault Tech, где Купер и Джейн убегают от ядерного взрыва. При встрече с Люси МакКлейн она перечисляет свой набор навыков. Силу, ловкость, интеллект — это атрибуты персонажа специальной системы из игры. Нужно увидеть специальный постер у компьютера Норма в четвертом эпизоде. В классе Убежища 33 мы увидим 1969 год на доске, что обозначает год основания 13 Содружеств. В этом хранилище впервые увидим голову Пип-боя. В Fallout 3 можно использовать эти скрытые головы, чтобы разблокировать новые навыки и улучшить характеристики. Еще две можно найти в магазине Ма Адзюня в Филадельфии. На свадебном платье Люси есть список женщин, которые носили его до нее, включая Стефани Харпер, подругу, которая на самом деле одна из подруг Бада. Ее криогенную камеру можно найти в Убежище 31. Смотритель Хэнк говорит, что мама Люси умерла от мора. В Fallout 76 это состояние, которое понижает все специальные характеристики. Муж рейдер Люси Монти получил имя в честь упомянутого в Fallout 4 рейдера. У него был разрушенный дом в Молдене, где его жена споткнулась и сломала шею во время лунатизма, после того, как его ударили ножом. Люси использует стимпак. Они используются для восстановления здоровья и того, что Гуль будет использовать для лечения немецкой овчарки Циикс. Немецких овчарок видим во всех играх Fallout, и Гуль называет его собачьим мясом, как в них. Увидим, как один из рейдеров использует ингалятор с джетом, сильный наркотик, вызывающий силу и энергию. Экстрагируют его с помощью паров брахманов. Этих двуглавых зверей увидим по всей земле. Когда проектор Ваулта-33 будет разрушен, получим иконический «Пожалуйста, подождите». За пределами убежища с братством стали увидим два типа самолетов. Меньший – вертиберт и больший – косвенин, основанный на Придвине из Fallout 4. Конечно, никто не может забыть силовую броню Т-60 «Братство». Создана в Эстек вместе с правительством США. Эта броня была использована в войне против Китая. Купер рассказывает об использовании более ранней модели под названием Т-51, когда он был морским пехотинцем, воевавшим на Аляске. Модели, которая имела серьезный инженерный недостаток, который привел к гибели многих его соотечественников. Юный Максимус выживает после взрыва в холодильнике в Шейди Сенс, как и Индиана Джонс в Королевстве Хрустального Черепа. В одном из научных центров Анклава доктор Сиги Вильцек атакована турелью. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Такие башни можно найти по всей пустоши». Говоря о роботах, Люси находит ржавый штурмрон за пределами убежища 33. Эти роботы изначально были созданы компанией Robco Industries в качестве солдат на передовой. У нас также есть культовые тараканы, которые экспоненциально увеличиваются в размерах в результате радиации. Они являются общими врагами во вселенной Fallout. Город Филадельфия в значительной степени вдохновлен мегатонной из Fallout 3 в комплекте с головой самолета и магазином припасов. Можно даже разобрать вывеску Poseidon Energy. Это довоенная нефтегазовая компания. Снаружи торгуют игуаны на палке. Это реальная еда в Fallout. Она восстанавливает здоровье. На рыцаря Титуса нападает радиоактивный медведь. В Fallout 4 их называют Яугай. Во время нападения упырей на Филадельфию реализовали замедленную съемку, как в системе Watts, из игр. В ней игрок может замедлить время, чтобы прицелиться. Похоже, это русский спутник. Обомки разных спутников в играх не редкость. Плюшевый мишка, которым док дрессирует догмята, это мистер Кадлс из игры. В магазине Маджун можно разобрать путеводитель по пустоши из Fallout 4 и New Vegas. Там есть информация о местонахождении лекарств и разных существ. У Маджун есть даже пачки сигарет Big Boss и Grey Tortoise, популярных довоенных марок. Барф, кстати, с отличным именем, наслаждается вкусными просвекторскими облученными бобами, обычным предметом в Fallout, который восстанавливает здоровье. Если вы посмотрите в задок здесь, вы можете увидеть рекламу с участием мистера Хэнди для Абраксо, чистящего средство, которое является материалом для крафта, находящимся в играх. Мы даже найдем немного в супермаркете четвертого эпизода. Если у вас засорение, полная грязи, доверьтесь сливной жидкости Абраксо, чтобы устранить его. Это земноводное существо, которое мы видим в третьем эпизоде, является глупером, которого можно найти как в Fallout 76, так и в DLC Fallout 4 Far Harbor. Одна из реклам Купера для убежища Тека снимается в California Crest Studios. Мы увидим потрепанный экскурсионный автобус с рекламой, и в игре части студии, которые сохранились, были перепрофилированы, переделаны новой Калифорнийской Республикой в объект пропаганды. Это как бы очевидно, но мы разберемся с этим. У наших выходцев из убежища есть пип-бой, которые в игре исполняют различные функции, от нахождения радиации до навигации и инвентаря. Мне нравится здешний разрушенный магазин пончиков. В играх есть такие магазины, куда можно зайти, называются Пончики с Лакама Джо. В сериале много ссылок на реальные места, например, Пирс Санта-Моники, Голливудский бульвар, Лос-Анджелес, Обсерватория Грифита. Супер Пупер Март из четвертой серии – это часть большой сети, существовавшей до Великой войны. Много таких мест можно найти в Fallout 3, 4 и 76. На одном из столов в Супер Пупер Марте можно увидеть Ротауэй – съедобный предмет для удаления радиационных частиц. Позже Люси попробует ввести его для борьбы с заражением от воды. Взгляните на название на этом переговорном устройстве – LGJG. Еще одна компания до войны, известная своими замками. А кто забудет чудо-клей, который можно увидеть здесь, на столе осмотрителя убежища 32? Компьютерные интерфейсы в убежищах, такие же, как в игре, от компании Robco Industries. У них даже такие же хакерские функции, можно угадать пароль. Здесь видим телевизор Radiation King, одно из самых популярных в Америке марок радио и ТВ до Великой войны. В седьмой серии мы увидим один из их походных радиоприемников. В конце четвертой серии увидим человека из дохлой лошади, которого снимал сам УП. В начале третьего эпизода. Это голозапись во вселенной Fallout. Жители Волт-33 выбирают, но такого нет в других Волтах. В некоторых есть Диктатура или Беспощадный ИИ. Надеюсь, увидим больше в ходе сезонов. В Супер Дупер Март, рядом со Снип Снип, Дэй Трипер. В игре этот наркотик увеличивает харизму и удачу на три пункта, снижая силу на два. В сериале видим термоядерные ядра, питающие Ти-60 и многое другое. Когда Норм открывает список надзирателей, помните Георга Яффе? Джордж Яффе. Он был надзирателем с 2021 по 225, и мы встречались с ним. Он из работников Волтек, отвечающих за рекламу Купера в третьем эпизоде. Родшей Десенс прямо из игры. Считалась первой столицей Новой Калифорнийской Республики, она была уничтожена по приказу Хэнка МакЛейна в 2080-х годах. Когда Макс и Люси добираются до Шейди Сенс, можно увидеть рекламный щит Horizon Airlines. Многие их самолеты обнаружены уничтоженными в пустоши. При посещении отреставрированного убежища 32 можно увидеть розового пластмассового фламинго, что вызвало интерес, так как глотатель выплюнул такого же в третьем эпизоде. В начале шестого эпизода вы увидите специальный эфир Купера для Волттек, которого представила Galaxy News, крупнейший довоенный медиахолдинг в Америке. Я решил позвонить на этот номер Волттек, очевидно, потому что интересуюсь покупкой слота, и это то, что вы получите. Честно говоря, это все еще лучше, чем некоторые звонки в службы поддержки, которые я получал ранее. Именно здесь Купер встречается с Бадом Эскинсом, который контролирует деятельность Вестек в Южной Калифорнии. Вестек – это огромный оборонный подрядчик США, создавший основу для силовой брони. В доме Купера множество постеров его фильмов – «Человек из колобасаса», «Человек и его собака», «Ружье» и «Под одеялом». В «Человеке из колобасаса» все имена, кроме Купера Ховарда, принадлежат работникам шоу. Например, Джеймс Кент работает в художественном отделе, а Брюс Маклири – один из операторов. Среди прочих видных имен – Лиам О'Брайан, озвучивший множество персонажей в Fallout New Vegas. Есть также Вера Кис. Если вы играли в New Vegas Dead Money, вы ее помните. Она была знаменитой актрисой, которая в ночь ядерного взрыва была на галове-чере в казино Сьерра-Мадре. Казино закрылось, и его система безопасности истребила всех гостей. Вера оказалась в ловушке, и вы можете найти ее окаменевшее тело в ее номере, одетую в свое парадное платье. У Купа есть собака по кличке Рузвельт, и есть супермутантская база Академия Рузвельта в Fallout 3. Мы видим статью из Capital Post о потере территории красными. В Fallout 3 можно посетить одно из зданий, но они полны ротараканами. На вечеринке двое человек говорят о влиянии переговоров в Анкоридже на предпродажу убежищ. Это отсылка к переговорам между Китаем и Америкой в войне за ресурсы? Если будет мир, это создаст проблемы Волттеку, ведь никто не будет покупать убежище. В шестом эпизоде Чарли Уайтнайф говорит о фильме с Джонни Мортоном. Выпавшие бомбы обратили Джонни в Fallout 4 в дикого упыря после того, как он со своим крю был заперт в студии. Новая Калифорнийская Республика почти не упоминается в сериале, но когда Люси смотрит на флаг, фанаты игр вспомнят эту музыку, главную тему Fallout. Когда Купер попадает на собрание радикальных левых на кладбище Голливудской Вечности, я думал, что это выдуманное место, но оказывается, это реальное кладбище. В седьмом эпизоде мы увидим его на руинах этого кладбища с табличкой Hollywood Forever. В первом сезоне супермутантам не уделили внимания, но есть намеки, что мы увидим их. В втором эпизоде покажут руку одного из них в Анклаве, где, кажется, проводились эксперименты. В начале седьмого эпизода есть два человека в боевой броне рейнджеров НКР, как на обложке New Vegas. Они окажутся отцом и сыном, фермерами, о которых упырь заботится. Мне нравится заправка Red Rocket, точная копия одной Fallout 4. Даже цена охлаждающей жидкости такая же. Перед войной сотрудники этой станции выиграли трэшбастерс за большие сокращения отходов, когда компания не знает о деятельности сотрудника. Сбрасывали отходы в пещеру под станцией. В воспоминаниях Куб читает журнал Tesla, который в Fallout 4 дает бонусы, увеличивающие урон оружия. Диджей Карл играет скрипичную музыку на KPSS, похожую на Агату из Fallout 3. Станция похожа на дизайн Вирвяр в Fallout 3. Воспоминания о сговоре Волтек, хамаш фильму Доктор Стрэнджлов. Темная комната, карты, круглый стол из фильма Доктор Стрэнджлов. Мозговая комната Бада Эскина, не новинка во вселенной Fallout. Мы говорили о Робко и Вестек, но на собрании Волтек есть другие компании. Первый – это Big MT, гигантский научно-исследовательский центр. Второй – Репкон, компания по ракетостроению. Представители этих компаний обсуждают безумные идеи для убежищ, например, разработку супермутанта-солдата. Это убежище 87 из Fallout 3, где жители мутировали в супермутантов. Или что насчет убежища 106 в столичной пустоши, где вентиляция наполнена психотропами, превращая жителей в безумцев. Хотя убежище 75 превосходит все. Находится под средней школой в Fallout 4, в этом убежище родители были отделены от детей. Детей заставляли пережить жесткие тренировки, настолько, что некоторые дети умирали от сердечного приступа. В 18 лет после учебы считался слишком здоровым, когда тело забирали для ДНК и создания новых поколений или непригодным, в результате чего убивали. Выживаешь здесь только если умный вступил в научную команду. Барб говорит культовую фразу. «Война никогда не меняется». Используется в первой игре Fallout и каждый последующий с прологом Fallout 4 в ее честь. После активации реактора видно GG, или хорошую игру на мониторе. Хэнк активирует реактор холодного синтеза с кодом, датой выхода оригинального Fallout. Череп монстра, который Хэнк видит в Нью-Вегасе, это коготь смерти. Говоря о Нью-Вегасе, вот наш первый взгляд, и два здания, на которые я обратил внимание. Space Needle — это казино Lucky 38. И вот это здесь, по-видимому, казино Ультралюкс. Итак, все пасхалки и детали, найденные мной в АЕМ-сезоне. Пропустил ли что? Напиши в комментариях, и какие понравились больше всего. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк, подписаться и посмотреть объяснение конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова